Событие, которое на этой неделе мировая общественность обсуждала, соревнуясь в остроте юмора, саммит большой двадцатки. И пусть изначально G20 создана для решения мировых финансовых проблем, в мире обсуждались казусы некоторых лидеров стран-участниц. Но никак не итоги переговоров. Возможно, причина в том, что результатов попросту нет. Ответы в авторском комментарии Марии Петрашко. Всем привет, я Мария Петрашко, агентство теленовостей. На этой неделе произошло событие, которое здорово повеселило мировую общественность. И речь не о юмористическом фестивале. Речь, увы, о саммите большой двадцатки 2022. Официально саммиты двадцатки являются глобальным форумом для сотрудничества и консультаций по вопросам, относящимся к международной финансово-экономической системе. Но в реальности на финансово-экономическую систему влияют разве что 3-4 страны-участницы, президент одной из которых даже не приехал. Да потому что в Кремле понимают бесполезность таких сходок. Представители других стран тоже то ли заболевали, то ли осознавали бесполезность тусовки. Но на групповое фото двадцатки остались всего 5 человек. Премьер Камбоджи Хунсен сдал положительный тест на ковид, президент Аргентины Альберто Фернанденс плохо себя почувствовал, про Байдена я вообще молчу. Ему похоже как раз таки очень хорошо. Они больше, чем мои икры. Взгляните. Вот это парень. Ну и бицепсы у него. Мы называем такие пушками. Опоздав на полтора часа, кортеж Байдена сразу приехал с каретой скорой помощи. Все лидеры пошли по красной дорожке саммита в одиночестве, и только президента США сопровождал специальный человек, чтобы Джо Байден не заблудился на ковровой дорожке. Затем журналисты сфотографировали Байдена со шпаргалками. Ну нет, не для переговоров, а банально, что и как делать. Такие скорее дают детям на утренник в саду. Вы сядете в центре за первыми столами рядом с президентом Видода из фон дер Ляйен. Лидеров, сидящих за столом, будут фотографировать. Переверните страницу для приветственной речи. Пока канцлер Германии следил за руками главы Китая, коллеги Олафа Шольца как раз таки демонстрировали верх невнимательности и некомпетентности. Новый пример Британии Риши Сунак уверенно проигнорировал хозяина саммита президента Индонезии. Пришлось все-таки вернуться для протокольного фото. Непрофессионализм политика очевиден в деталях. Например, в незнании элементарных правил протокола. Но результат этого непрофессионализма отражается на каждом жителе страны. Рекордной инфляции, масштабным энергетическим кризисом. Ну да ладно, если эту ошибку премьера Британии можно списать на неопытность, то глядя на ошибки канадского премьера Джастина Трюдо вообще возникают вопросы. А это точно премьер-министр целой страны. Вот и китайский лидер Си Дзиньпинь в шоке объясняет Трюдо базовую норму дипломатического протокола как школьнику. Все, что мы обсуждали, утекло в газету. Это недопустимо. Так мы дела не делаем. Если речь об откровенности, то надо уважать друг друга. Мы продолжим свободный, открытый и откровенный диалог. Условия для начала создайте. Какой-то 95-й квартал на выезде. Кстати, тот, кого вообще на саммите быть не должно, ведь Украина не входит в большую двадцатку. Главный комик в жанре политика, Зеленский, так и приехал. Что именно мы предлагаем? Каждая страна может присоединиться с конкретным вкладом и стать сотворцом победы над голодом и продовольственным кризисом. Все, видимо, так сильно устали от бесконечных киевских попрошаек и от вранья про вывоз зерна беднейшим, которое вновь звучало в речи Зеленского. Что рады встрече с инопланетянами. С этой планетой им все уже понятно, видимо. Может, мы найдем инопланетные цивилизации или откроем цивилизации, существовавшие миллионы лет. Они могут уже и не существовать, но мы видим руины древних цивилизаций. Так вы проблемы финансовой экономической системы решаете там? Или космическую фантазию Илона Маска обсудить собрались? Короче говоря, главный итог саммита – это скорее отсутствие эскалации. Итоговая декларация с привкусом многополярности не стала откровенно антироссийским манифестом. Да и та же встреча Байдена и Си Димпиня, от которой вроде как пытались оттолкнуться в западной пропаганде. Но по итогу-то что? Да, видимо, ничего. Серьезных переговоров в США и КНР не было. Байден предупреждал не красть интеллектуальную собственность, не помогать Москве обходить санкции, не манипулировать валютой, не демпинговать и не вторгаться на Тайвань. Си предупреждал не злоупотреблять санкциями, не лезть в Синьцзянь и, главное, не лезть на Тайвань. Разошлись миром. Байден продавил Си на совместное заявление против использования ядерного оружия. Си согласился. Ему не жалко. Как сказал один мудрый политик, большая политика делается в тиши кабинетов. Ну уж точно не в рамках гастрольного тура «Большой двадцатки» в коллаборации с 95-м кварталом. Еще больше трезвой оценки происходящего в наших телеграм-каналах. Продолжение следует...